Санаторий Серебряные Ключи, Беларусь вышел из спального корпуса и хочу вам, прогуливаясь по территории данного санатория, рассказать о нем мы приехали сюда то есть я, жена и двое детей в Москве это 690 километров такие вот трехэтажные корпуса 67-го постройки тишина, сейчас конец марта тепло, светит солнышко есть такие слегка подуставшие детские всякие качели, городки и здесь протекает река Березина вот даже какой-то мужик уже голый сидит, загорает плюс 12 вот мне идут жена с детьми здесь почему-то отсутствует забор если он есть вот приехали мы на машине есть бесплатная парковка прямо на территории выдается карточка для проезда через шлагбаум немножко здесь будут трачены бордюрные камни вот этот фонарь не горит но дальше есть светодиодные фонари это еще один названный корпус очень удобно то, что все корпуса соединены между собой переходами то есть для того, чтобы принять процедуры можно не туда ходить, а можно просто перейти между корпусами но исключение составляет вот этот вот комплекс в котором находится такой баскетбольный зал простенькие такие тренажерчики подуставшие сильно и бассейн с теплой водой, как я люблю, 30 градусов вот территория санатория находится в таком лесу преимущественно сосновом вот дальше ну вот в этой речке Березине купаться, конечно, нельзя потому что холодно, там течение сильное расскажу, здесь есть у нас соляная пещера галлотерапия, так называемая но она платная для детей, она бесплатная тренажер бесплатный, бассейн бесплатный с утра до вечера, но по фиксированным там часовым примерно интервалом нужно записываться у врача вначале значит мы записались на процедуры у врача вот множество процедур подавляющее большинство бесплатные но есть платные такие, как римфомат платный анализ крови платный УЗИ вот территория убирается здесь какой-то памятник сейчас в первый раз к нему подойду скорее всего что-то про войну вот что там было, значит какие процедуры массаж СМТ так называемая так она, кризи лечения светолечения пили чай так называемая фитотерапия микроклизмы делают если кому нужно промывание кишечника магниты мне на спину делали процедура ставляется так, чтобы они по времени не пересекались делают их каждый день, кроме воскресенья в субботу укороченный день если дальше туда идти то там находится пляж и небольшой заливчик об этом будет отдельное видео вот сейчас санаторий заполнен но на выходные многие уезжают вот так же в бассейн приезжают отдыхающие из ближайшего города агрокомплекса Черковичи и из города Светлогорска на территории находятся скважины три скважины они построены где-то в конце 80-х и можно пить такую минеральную воду вот такая с каким-то привкусом соды вот есть магазинчик вот он как раз прямо по пути но мы туда не будем заходить с простеньким наборчиком продуктов вот небольшими хозяйственными ассортиментом так сказать вот какие-то птички поют дятли иногда долбят есть такой забавный дятел он долбил прям по металлическому чему-то какие-то камни водонапорная башня вот снег уже здесь везде растаял ну кроме вот одного места сейчас я вам покажу питают бабочки пьют птички питание ну по сути трехразовое там завтрак в 9 часов обед в 14 часов и ужин в 18.30 по заказному меню кстати вот здесь вот пинг-понг платный 2 рубля белорусских 1 белорусский рубль на текущий момент примерно 31,5 российский рубль вот до ближайшего села Черковичи можно прогуляться пешком это 2,5 километра там находится неплохой кинотеатр и вне зависимости от числа зрителей там показывают фильмы можно даже за 5 белорусских рублей посмотреть 3D фильмы ну репертуар актуальный ну соответствующий то что показывают в других кинотеатрах вот проката велосипед не брали но очень рекомендуем кстати брать с собой ракетки всякие баскетбольные мячи чтобы не платить за аренду если вы на машине конечно едете вот вот это одна из скважин ну часть мы не стали там до них идти они за забором находятся здесь вот еще третья находится или вторая вот там дальше магазинчик валяются шишечки остатки снега есть множество лавочек вот вы видите что корпуса соединены как я уже говорил переходами вот это как раз тот корпус в котором находится столовая на втором этаже а внизу есть клуб там дискотеки такие простенькие проходят и до 11 часов работает бар можно купить там мороженое напитки ну очень стандартно все посидеть потасоваться кому нравится есть и платные мероприятия но учтите что на платных мероприятиях принимают все в белорусских рублях карты не принимают поэтому запаситесь небольшой суммой наличных белорусских рублей если вас интересует вот есть возможность сделать маникюр петикюр за небольшую дополнительную плату около 20 белорусских рублей естественно здесь фитотерапия воду можно налить в неограниченных количествах на территории внутри помещений запрещено курение что логично вот то есть как видите можно здесь приехать на машине припарковаться вот отдельное видео будет о внутренностях санатория смотрите на моем канале как выглядит столовая питание как я уже сказал по заказному меню то есть можно выбрать что есть в принципе многим питание нравится вот то есть если вам что-то не нравится то вы можете выбрать из набора блюд допустим я не люблю там много сладкого чего-нибудь такого мучного поэтому и другого рыбу там беру всякую овощи ну здесь первый раз тоже прохожу небольшие такие верандочки сад камней и отдельный домик не относящийся не для проживающих вот этот корпус в котором процедуры водолечение вот душ Шарко я здесь проходил вот циркулярный душ дети ходили вот как я уже говорил грязи терапия но например для проблем со зрением здесь ничего нету вот работает психолог есть лечебная физкультура сюда приезжают подлечиваться детишки из области примыкающих Чернобыль то есть такая программа у них есть реабилитационная здесь много и по госзаказу скажем так ну собственно мы приближаемся к въезду даже перед въездом есть парковка в общем санаторий находится рядом с трассой которая ведет от господи забыл баровичей к Светлогорску сразу после моста нужно поворачивать направо вот можно прогуляться вдоль реки до моста да там есть небольшой еще тот самый как он называется господи ресторан вот здесь детский корпус светлячок часть окон меняют уже на пластиковые часть номеров сделал хороший ремонт где-то еще номера требуют ремонта ну как правило такие бюджетные места номера в которых отдыхают бюджетники за государственный белорусский счет вот здесь есть классики и детишек и отдельно мы туда не доходили там есть отдельная территория на которой находятся детские корпуса ну что-то типа детского лагеря здесь есть небольшие домики деревянные туда мы уже не пойдем вот в таком состоянии корпуса спальный корпус номер 1 светлячок четырехэтажный вот елочки такие хорошие много места для красивых фотосессий еще зелень не распустилась а то что начало весны и дальше есть спуск и там есть прям реально такие типа родников и речка прямо находится качельки хорошие вот сейчас подойдем к плане план схеме санатория вот какие-то странные вещи такие растут на двери вот мы не поняли что это такое здесь написано 1667 год что нам отдых понравился обошлось нам все это на четверых за 9 дней 75 тысяч рублей ну это у нас был трехместный трехкомнатный номер вот с телевизором с таким ремонтом неплохим с большим санузлом смежным вот это на самом деле схема экологической тропы вот ну дальше туда уже ходить не будем там тоже прикольно может быть подойдем посмотрим на речку для разнообразия а вот здесь есть несколько спусков к реке вот один из этих спусков сурной и здесь родники ну немножко может быть неплохо на береговой зоне, вот там находится мост, а там пляж слева, вот навесик такой приятный, ну лежаков напряжения нет, к сожалению, но есть такие кабинки, они небольшие навесики, скамеечками. Ну что, пошли обратно в номер и в отдельном видео смотрите как выглядит номер изнутри. Вот здесь контингент основных пансионеры отдыхают, кто-то даже по несколько раз приезжает, вот очень спокойное место, где можно отдохнуть без шума, без суеты, может быть нет конечно большого числа развлекательных мероприятий, поэтому слишком долго здесь конечно я бы не рекомендовал находиться. Ну меньше недели тоже смысла нет приезжать, если это именно лечение. Ну что ж, спасибо большое всем за внимание. Да здесь кстати есть еще собачки, кошечки такие ручные, которые вежливо бросит еду и питье.